Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гинзбург. Я хочу сейчас продолжить свое видео об измененных состояниях сознания и проиллюстрировать ту мысль, которую я провела в предыдущем видео с помощью определения измененных состояний сознания Людвига. Итак, определение Людвига измененное состояние сознания это любое психическое состояние, индуцированное физиологическими, психологическими или фармакологическими приемами или средствами, которое субъективно распознается самим человеком или его объективным наблюдателем как достаточно выраженное отклонение субъективного опыта или психического функционирования от общего нормального состояния, когда он бодрствует или пребывает в бодительном сознании. Такого рода отклонения могут быть представлены в большей, чем обычно, озабоченностью внутренними ощущениями или мысленными процессами, изменением формальных характеристик мышления и ослаблением способностей проверки реальности различной степени. Теперь чуть более структурно то же самое определение. Значит, первое, о чем говорит Людвиг, это то, чем индуцировано измененное состояние сознания. Я считаю, что поскольку этих параметров много и многие из этих параметров на каждого человека воздействуют по-разному, соответственно, этот параметр все-таки является вторичным по отношению к сути вопроса, то есть то, чем это состояние индуцировано, оно не является определяющим фактором. Поэтому я считаю, что это не совсем точно, закладывать причину измененных состояний сознания в определение. Второй пункт, который указывают люди, субъективно воспринимается как выраженное отклонение от нормы. Значит, это пункт, который есть почти во всех определениях измененных состояний сознания. Это отклонение, выраженное отклонение от нормы. Причем авторы определений, они некоторые субъективно, достаточно субъективное восприятие у кого-то, это объективное. Наблюдатель так видит. Вот, но давайте попробуем, подумаем над этим. То есть, если человек субъективно воспринимает какое-то свое состояние как отклонение от нормы. Ну, например, я сильно болен и нахожусь там, меня бьет озноб, у меня жар, у меня ломит тело. Какую-то высокоинтеллектуальную информацию я в этот момент не могу адекватно воспринимать. Является ли это измененным состоянием сознания? То есть, это вроде бы ярко выраженное отклонение от нормы, тем не менее, вроде бы исследователи измененных состояний сознания подобные вещи не рассматривают как подобные состояния, как измененные. Ну, или человек впадает в сильный гнев, ярость и прочее. То есть, для него какие-то состояния могут быть субъективно нормы, но тем не менее, за рамки общечеловеческой нормальности он не вышел. Поэтому, с моей точки зрения, такое определение, оно не отграничивает то, что многие психопрактики, ну, например, дыхальщики или те, кто занимается психоделическими переживаниями, не отграничивают подобные измененные состояния сознания, то есть, расширенные состояния сознания от нормальных. А вот следующий параметр характеризуется большей озабоченностью внутренним ощущениями или мыслительными процессами. Вот, с моей точки зрения, является принципиально систем, ну, как бы, смыслообразующим, то есть, сутевым для данного понятия. То есть, суть данного понятия как раз заключается в том, что человек совершает некоторый антропологический разворот в этом состоянии сознания. он осуществляет этот разворот к себе, в идеале к сути самого себя, начинает приближаться к этой сути самого себя. Ну, и это, естественно, характеризуется ослаблением способности проверки реальности разной степени, как сказано у Людвига. Потому что реальность, если мы говорим о физической реальности, она как раз, ну, вовне относительно вот этой глубинного понимания себя. Соответственно, я даю определение измененных состояний сознания. Следующее. Измененное состояние сознания – это энергетический вихрь, который захватывает сознание субъекта, вызывая интерес к внутренним процессам. То есть это не просто антропологический разворот, когда человек думает о себе, едущий в троллейбусе, а это именно энергетическая перестройка психики, когда вот этот разворот сопровождается интересом. То есть его сознание как бы втягивается, устремляться начинает к сути. и это уже является сильным отклонением от нормы, потому что в норме человек занимается тем, что концентрирует внимание на обработке внешних сигналов и постоянно занимается тем, что воспринимает сигналы из внешнего мира и их обрабатывает. или занимается мышлением, то есть переработкой знаковых форм того, что он уже недавно воспринял. Это основное, что мне хотелось бы сказать в этом видео. Спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok